Теперь мы от него ожидаем хорошее исполнение У меня сомнений в его инвокере точно нет Как-то должны, я вот сегодня-таки атаку вспоминаю тоже в первую карту Где я увидел инвокера, я уже всё такой, ноги на стол, думаю, ну сейчас будет развал И... Так и получалось Плохо стартовал ведь игрок на этом инвокере Скажем так Я к тому, что не всегда, когда у игрока появляется всегда турнир герой, он точно там стопроцентно развалит Особенно, если Эхо уйдет с прошлой карты Ладно, го смотреть, даунбрейкер появляется снова Ну и Малик покажет, как нужно этого героя исполнять Всё же, прошлая карта, Зил Не смог героя вообще реализовать Бубока Берет уже блочить пачку Ну, Бубок увидели, увидели за счёт донбрейкера Ну, что с этим сделать, у него ботинок Посмотрю, сколько мипошка Ага, схемка с энтрею рабочая Ага Ну да, впервые мы это увидели, по-моему, от искусственного интеллекта в матче с командой УДЖИ Как боты просто ставили эти сэн трипл тавера, чтобы танковать Так, и где встречается пачка? Пару ударов было от тавера Ну и пошёл кач Посмотрим, что будет происходить дальше Что будет со второй пачкой крипов Мне вот почему-то кажется, что сейчас мипошка вот эту даблу милишников накажет Тяжело будет и в Сенткинга заходить Тяжело будет и в Магнусы заходить Бубока, возможно, какие-то уроки для себя вынес с предыдущей карты Уже придёт пачку пулить Хотя вот я вижу, что он пытается всего лишь заблочить маленький кем Либо телом, либо уже атака Флайфлай горит Дальше выстрел от Снэпфлайр И 1-0 Ну как-то не ждали мы на уровень 1 Блокер не уследил однозначно Видимо, Кокерик бегал открывать до себя маленький кем И подставился Флайфлайф соло Ну хорошо, что пачка остаётся Флайфлайф хотя бы успеет крипов зафармить Поэтому по крипстату не просядет по сравнению с Сатаником Ну да, неприятный старт Определённо, Снэпфлайр сейчас довезёт много расходников И на уровень 2 мы можем увидеть повторную атаку В это время на центре посмотреть, что происходит Разнос от Ларла 7 крипов у Тридина 4 добитых у Эмма Это именно тот самый Войт Спирит Который и должен пикаться в инвокера И выигрывать центр Так, мипошка, пошёл Сейчас по лицу Бубокина даёт Как бы мипошки с частных игрок не выйдет Ага, хорош мипошка Читает момент Ну и пока мы видим, что просто блочится кемп Бубока пачку в этот раз не заберёт А он даже и не пытается Он всё, что делает Как раз блочит маленький кемп На топе пачка крипов запулена Может быть даже под вышкой сейчас получится Спирит сдавить эту Муэрту Хороший урон от мипошки снова Сколько? Под сотню урона Да, и мы видим, что творит мипошка Санкинга угоняет от крипов Так, атака Возможно, просто закрывал богом и полосом Никакой атаки тут не было Реальной Возможно, мы увидим очень раннюю перетяжку от мипошки в топ Я вот так сейчас смотрю За даунбрейкер Снэп файр Ну да, всё время вышка очень Точнее, линия очень удобно стоит под вышкой Ему выйти не ставит труда Это буквально там секунд 10 займёт На всё про всё Но при этом нельзя уходить Пока линия так глубоко стоит Под вражеской вышкой снизу Чайка Заколинг ставится Просто райдкликает полоса На полоса включает батарейки На этом атака заканчивается И ресурсы выбиваются У Клока Последняя фласочка И на этом всё Да, ты прав Ты прав, пока И правда мипошка не может уйти Как только он уйдёт Боюсь, что сатаника Убьют В эту же секунду Пока справляется с Магнусом Уже лучше старт Чем то, что мы видели в групповой стадии Когда Магнус уже на такой минуте умудрялся убивать Это же игра против Бутбум была Да, я вот пытаюсь помнить Да, СФ, тусик Ну да, то есть казалось тоже Линия, которая Просто не имеет права проиграть Двум милишникам Один из которых Магнус Здесь мы видим Пускай Килл оф Абин делал Но при этом они пулят Большой кемп Сенткин качается Левел получает Коксат хороший Да, но при этом Сатаник на фрифарме Думаю, спириты довольны Липошка линии секьюрит На цены Я думаю Вайбит абсолютно устраивает У них линия явно не такая Чтобы уничтожить Вражеского керри У них линия для того, чтобы Хотя бы самим покачаться И у них-то получается Тем более, что Магнус уходит сейчас Стакать кемпы Прочекать руну А у Сенткинга Линия стоит прям под вышкой Возвращаемся на мид Прекрасно Ларл себя чувствует Ничего не изменилось Бывает такой момент Когда там Моргнул И уже по криптатам Сравнивается оппонент Эмо Так я бы сказал Достаточно пассивно На этой линии действует Очень мало атакует И вот Быстро Больно Флайфлайв было Крипа добить не получилось Дил Отводит Большой кемп Да, с этим большим кемпом Явно нужно что-то делать Команде спирит Уже который раз Он пулится на этой линии И Пачки крипов Заходят под вражескую вышку Ну и пачку забирают Да, круто Вот это классный момент Отвели крипов Забрали пачку за собой И вот уже Зил по криптату Вторая позиция Это стоп Попадает Хороший урон Пойдет ли мипошка дальше Не идет Мипошка Оценил количество стиков 17 Что смысл просто давить Под тавер Нет Ну и вот За эти 5 минут игры Уже 1000 золота в плюс Для команды спирит При счете 1-0 Классный результат Пытаюсь понять Откуда столько Бобока байтит Нагон Мипошка Телепорта не будет Ну секунд 20 Посидит минимум А дальше А что дальше Дальше скивер появится Бобоке При этом Бобока не знает Сделали тапаут Мипошка или нет Сделал Сделал тапаут Мипошка Восстановила себе Ману Кларитосом Быстро Ну а что теперь Представь Как мипошке опасно Заходить В эту вот зону Скивера под вышку Больше он Агрессировать здесь Не может Если он умирает Телепорта нет Даже знаешь Как-то вот Ботл Не забыл Не смотря на то Что у Ларна Много Владовит Потому что у инвокера Ловел Остановился Остановился Синвокер Как-то по крипам Все Уже Уже не все так страшно А если посмотрим На Творца Тут все еще Интереснее Расходники Были куплены Войтспиритом Больше Так Рун контроль Повезет или нет Варл Еще один скивер От Бобоки И у мипошки Телепорта А как ему помочь А как Никак Все Мипошка становится Вардом Я Вард На ближайшие Секунд 40-50 А сколько секунд А Снэпфайр Круто Слушай Забыли Забыли Мы Про такую функцию Удобно Удобно Хорошо У тебя есть Такой герой И сразу же Можем выходить С горы Готов ли Эмок Атаки Три героя В центре Да Готов Бобока Рядом Бобока Классно Подошел Курьера С ботинком Только что Забрал Важный Слот В виде Ботинка Для Титана Будет Отсутствовать Еще Минуту Плюс Возможно Бобок Вообще Ожидал Что Курьер Будет Лететь Именно С телепортом Для того Чтобы Мепошка Слез С этой Горы Перехватил Ботинок Так Мепошка Назила Выйти Узил Только что Потратил Все стики На Руну Визда Пытается Подойти Полосон Читает Это Спирит Сразу же Прием Спирит Два героя Полосон Никуда не уходит И по рунам Размен 1 1 Ну и доп Фраг Для команды Спирит 2-0 Счет Очень такой Сухой старт Считайте Этих двух моментов Больше вообще В игре ничего не происходит Очень пассивно Все в центре Никаких перемещений В парные порталы Как мы с тобой ожидали Не произошло Ну что можно сказать Сатаник прекрасно фармит 4 тысячи против 300 Такой пассивной игре Это явно на руку Команды Спирит Никакого прессинга На луну не накладывается Но при этом Не стоит забывать Что у Санкинга Какие-то стаки Уже должны делаться Ему их фармить Намного проще МДБ Со стороны команды Спирит И в целом Пока непонятно Да конечно мы видим Что Сатаник разгоняется И наверное Будем считать его Главным героем Здесь для команды Спирит Да и конечно Сатаник по темпу фарма Будет обгонять Лайфлайо Болкобоко Болкобоко пытается Это компенсировать Стакки для Санкинга Санкинг может С этих стаков Здорово камбэкнуть Я уверен И на третью строчку Он легко А то и на вторую долетит Нападение Скивер Ларл без маны Нажимает И стики Хватает на один Астралстеп И этого хватило Чтобы выжить Не повезло Здесь У Айби Да но при этом Без ресурсов Приходится Ларл уйти на базу В чем-то того Что он и так Последний нетвор Среди коров Еще сильнее Ему игру портят В эти моменты Эмма качается И никто ему не мешает Так что этот момент В любом случае В плюс для команды В Айби Не читая Того что они Килл не сделали Да По натворцу Правда разгон Разница будет еще больше Между инвокером Вайтспирита Может быть не хватило Свое время На какого-то выхода Под этого Вайтспирита Пока ситуация была равная Или Вайтспирит даже По натворцу был выше Так атака в топе Малик Оги Малик Заколик Сайленс висит Еммайк Снэп Приемно ставится Вайтспирита Но нужна помощь Есть еще один герой Нужна какая-то Супер печенька Кровавая граната Просто по всем полетела Торнадо Печенька остается Будут ли куда-то прыгать Снэпфайр Печенька закидывается На Клока Но он еще уйти может И Ларл оказывается Подай сволом Есть выстрел Но выйдет ли Ларл Туда не выгодит Вокера Как же много урона Еще одна кровавая граната За мидень Уже на флай-флай У флай-флай Вообще все в кулдауне Даже стиков нет Прыжок от Ларла Как же вовремя Здесь Мипошка Оказывалась Со своим Велдер Титаном С всеми кровавыми гранатами Апнул Шестой уровень За этот момент На девятой минуте Запорты команды Спирит конечно выдают И давайте после этого момента Быстро посмотрим коэффициенты Что думает Будбум 11.17 на Спирит Почти 5 на команду Икубразер У вас он один здесь А не на голове У Ларла Уже должен быть степ Ну да Войдет ли он там глубоко Скорее всего нет Уртимный Это флай-флай Адершот мимо Ларла Уворачивается Ставится ремнант мимо Замедление на флай-флай И расстрел А снэп-флайер Пошел жесткий И тут же В таверну Отправляется Муэрта Полосон Коги Есть ли вариант Как-то спасти Снэп-флайер Санстрайк полетел Добивают батарейки Полосона За это Обязаны Наказать Ибо даже Сатаник оказался В этой атаке Хукшота не будет Прыжок от Ларла Пару ударов И Ларлу Зарабатывали Своей команды Седьмой фраг Санкинга не было В этой драке Может быть с ним С его эпицентром Могли как-то Игулбрадерс Развернуться И все После того момента Мы смотрим на Творцы Сравдим Минвокера и Войтспирита Видим, что Войтспирит Полноценно вернулся в игру Это страшнее НМОР Смотреть Перед весь смерть Кряду Телепорт в кулдауне Сатаник при этом И убивает Азиз получил И фармит дальше Но Зил Зил как и понимает Стаки Профармил Иначе откуда У него такой Большой Нетворс В этот момент Зил занимался Полезными вещами Но пока Если бы не Зил То сейчас разница По Нетворсу Была бы уже Тысяча три-четыре Четвертые Позиции Дидерс огромный Между Магнусом И Снепфайр Какой разный импакт Мипошка Тяжело Будут пройти Кастом Не нажать Может быть Фрошпит Стоит давить Но Мипошка Не знает Что за ним Уже Огоня Двух И даже Трех героев Назовем это Выигрывает время Пока команда Спирит на центре Пытается забрать Т1 Это был Однозначно Спейс Шикарный Спейс Увел Мипошка Подальше от своих Выших врагов Еще и много Времени для себя Выиграл Для своей команды Дисней наверное Не хватает Команде Спирит полноценного Тавер демеджа Арл пока что Эту вышку Пробить не может Смотрим за Нетворцем Станика Летает потихонечку Просто в космос Обгоняет Сенткинга Который Зафармил кучу Эншин стаков Но если сравнивать С Мордой Ты правильно заметил Там просто пропасть Да Сенткинг должен Будет делать игру По крайней мере На вот этих этапах До 20-25 минуты У инвокера Также будет Оркит И Бобока Выходит в этот Экстремально Быстрый блинк Ничего не покупает Минимум предметов Там у него Как был батинет На старте Так и остался Расход Как ничего подобного Ну вот оно Пошло давление Давление от саппортов Давит Ларл Не самый конечно Лучший герой Для пуша Но с крипами Справляются втроем Башня в миде Должна падать Бобока Ждет пока Просто пачка К нему дойдет Полосон Ждут Момент Когда Пойдет кач В этой нижней части леса Хороший Вижн Мне нравится И Клд Бразер Здесь могут найти фраг Могут найти Тем более что Прекрасно Они должны понимать Крак по карте Должна играть ДБ Она все время ходит В соло В ранних стадиях игры Рассчитывает Малик прилетать На ультимейте К своим тиммейтам На помощь Но почему-то Полосон отпустил Этот момент Никто ему не помог Хотя Нет, даже если бы Под санстрайк Они какую-то атаку сделали Малик им не взять Атака от команды Спирит Полосон Ну не только Полосон Это может быть Контератака От и Клд Бразер Смотрим Если нападут На Санкинга Быстро убить Санкинг Орла Домбрейкер Влетает слишком поздно Малик остается В очень опасной позиции Один в троих Закрывает его Просто в треугольник Эпицентр И Малик Прям совсем Среагировал поздно Уже до момент Когда не нужно было Сюда и вовсе лететь Два минуса От YB Но тут Просто Спирит Не повезло Ловушка захлопнулась Это была ловушка Да Это и правда Похоже было На ловушку 7-5 Спирит уже Очень давно не убивают И вот уже Экономически Команда Из Китая Впереди Да я думаю Что сейчас Спирит просто Немножко Зачилят И куда дальше Не пойдут Ой-ой-ой Длинный Нос Раа Мипошка дальше Должен быть Экшн Мипошка да Даст Нажимается Эмо Шикарный Торнёт Откинул Попал Таунбрейкер Никак не получилось Команде Спирит Продолжить атаку Пока что там С Сатаником Происходит Страшный Эклипс Сатаника Но тяжело Ему будет уйти Филар На месте Снэпфайр Пошёл расстрел Сатаник жив Это с Бладстоуном Сэнкинга Просто уничтожает Расстрел на Эмо Бим Новый нужен Он Кастуется В последнюю секунду Активации парного портала Я вот в который раз Видишь что Сатаник Ну никак не уйдёт Он уходит С помощью команды Ещё умудряется И убивать Интересно Кого ты похвалишь сейчас Сатаника или его саппортов Ну Конечно Саппортов Конечно Саппортов Без шансов Без вариантов Да Просто успели Очень много зарабатывает Команда Спирит Манта стайл У Луны 15 минут Как же всё было хорошо У Айби В последнюю пятиминутку Этой карты И резко Просто в одном моменте Всё в очередной раз Становится в руках Команда Спирит Луна в недосягаемости Прекрасно мы понимаем Что темп фарма Луны Выше чем у Мерты Если так дальше Карта будет продолжаться Уф Так Нос конечно Не самый лучший Для команды Вайби Покажи свою уникальность Закажи ПК серий Ориона или Скайфлор От Неми Фист И получи дизайн Компа в подарок Выбери из готовых вариантов Или предложи свою идею Пишите в чате Команду Неми Фист Смоук От команды Вайби Неужели Бубок готов? Бубоку мы не видим РП нет Каких-то врывов Каких-то скьюеров Ничего нет Сискьюеры закончились На этапе линий Ну и конечно Оркет инвокера Очень хочется играть Нападение на Малека Снизу РП Как раз под блинк Малек 1 Сайллес Без вариантов для Малека Хотя живет долго Малек играет Через быстрый пайп А не Блэд Мэйл Чисто хочется играть На команду Может быть На относительно Раннее давление Ранее драки Лиховато он зашел Как раз убили его На этом варде Который полосан поставил Минутки 3 назад Да Все еще этот вард стоит В прошлый раз Малека там не поймали Но в этот раз Уже было слишком нагло Так далеко заходить Контроль активной луны Очень у меня Ровно идут Мидеры Двух команд Мы видим По крипам По КПМ Но у ТОМ Есть все же Небольшое преимущество Оркет Это крутой слот Он контрит Сейчас 4 героев Из 5 Только Сатаник Может увернуться От него манты Возвращается Малек Сатаник Под собственным виженом Хоть и фармить На чужой половине Ничего не боится Очень близок к БКБ БКБ манта Такие Все защитные предметы Набрал Осталось буквально Минутку ему пофармить Круг пробежать Через Эншинтов Вернуться на топ-линию После этого У него будет уже предмет С которым Спирит готов Будут прийти в пятером Драться Возможно даже Заковать Рошана К 20-й минуте Наверное Спирит уже и сейчас Готов выйти подраться Они на Варде Могли увидеть Сэм Кинга Сэм Кинг здесь Не могу сказать Что один Рядом и Клокер Носительно рядом И Магнус Команда Спирит Очень аккуратно Форстав для Снэфаер Топ-защита Можно спасаться От Клока Улетает Эмо Но не улетает Дил Дил профармил пачку Быстро нажимает Броустрайк Уходит глубоко в лес Пайп готов Уже Скоро да Как ты сказал БКБ у Луны Пайп готов Команда Спирит Пойдет Поддавить Станик Вторую карту подряд Да Конечно Хвалить хочется Этого игрока Вторую карту подряд Выносит Какую-то нереальную Фармс карту Да вообще Исполнение Близко к идеальному Почти безошибочно Как минимум На наших экранах Мы с тобой Каких-то явных фейлов Вообще от него не видим Так что Планку он держит Планка у него Заодно была очень высоко Все-таки Предыдущий керри Этой команды И Тор Он же Родан Очевидно являлся Лучшим на своей позиции В течение долгого времени И Вот так вот Зайти молодому игроку На место того Где был Он Да Ну это такой Идеальный сценарий Произошел Учитывая что Сатаника был Большой опыт игры Уже в рамках Тир 2 точно Даже тир 1 Немного потрогала Команда Йо Субмарин На элит лиге В смаке была Команда Спирит В Айби Активировали скан Поняли позицию Просто вышли И Спирит Заходит уже До Т2 И до двойки Противник И никого не находят Играют Спирит Просто заходят В рач Треса Все профармливают Сушат карту При этом В Айби Держится молодцом 3000 преимуще Как было у Спирит Так и остается Находят они Какие-то точки фарма Видимо Так же присили На карте Никакого фида Пока что От них нет Как минимум С этим смаком Расставили варды Вот на двойке Вард классно уже В Айби Тяжело даже Тут подойти Этот вард убрать Учитывая что Команда Спирит Совсем недалеко Играют Постоянно Пайпс готовится С стороны команды В Айби Сын Кинг Приближается к нему Яшов Испирит На пути к манте И Оркит и Нокер Уже вот он Станет неактуален Да Реализация была всего одна Этого мало Слабо Слабо конечно Да И там Там фраг был через РП Особенно Оркит и нужен Бэтбум пасс Это боевой пропуск Для всех любителей Киберспорта Выполняете задания Получаете токены Задания в доте Задания в кс Соц сетях И даже специальные Задания к бэтбум даче На эти токены Можно купить Много разных приколов Скины Внутриигровые Мерч И беты Все это для вас В банере по трансляции Не уходит бобока Расстрел от стэмфайер Ларз зарабатывает фраг 5000 перевес Все же на этой карте Тяжело Магнуса поверить Отличная хостерка Томп сетапа Ремнант Ремнант через 2 секунды Появится Не успевает дождаться Ремнант Получает тут же Оркит И Спирит Не рискует Просто выходит А при этом Если команда Клуб Бразерс Пыталась здесь драться Получили бы сразу На чужом вижене Большие неприятности Ну что команда Спирит Я думаю что Вполне можно После этой 2 вышки Отправляться В сторону Рошана Возможно Перед этой 2 вышкой Чтобы Красиво По книжке доты Все это разыграть Не оставляя шансов Вообще соперник Ну а вопрос Верим ли мы в Муэрту Муэрта неплохо качается В рамках того Что происходило На карте Третий Нетворс Хватит ли Муэрта Чтобы законтрить Сатаника С Нетворсом На 6 тысяч больше На 6 тысяч Ну у Муэрты Есть знаешь Такие утяжелители Ларл Опасный прыжок Ларл Может ли выйти отсюда Ларл выходит Получает орки Расстрел От Эмпайр Он скорее просто Выгнать противника И эта драка На бардах Команды Спирит Они все видят Здесь драться В Айби Просто нельзя Усыпили Сен Кинга Эклипс Есть и детекшен Сен Кинга Видно Сен Кинга добивают Нужно еще Мало Видит Флайфлай Флайфлай Пытает скрыться Добивает и Полусон И Ларфлайфлайф Закрывает со всех сторон Нажимает ультимейт Нужен Бобока Хотя куда РП давать Я не представляю РП Бобока отменяет Либо помогает ему Это сделать Печенька на Флайфлай 4 минуса От команды Спирит Полетел Санстрайк По Малеку Он не попадает Какой же шикарный тайминг Файта для команды Спирит Просто посмотря Они выигрывают Тимфайт И враги их приводят К груди мудрости И моментально вкрызать Вон А это предусловие Максим что Т1 До сих пор стоит То есть надо Спирит разворачивать Фиксирует Т1 И в общем-то Скрипами можно будет Заходить и на Т2 А возможно Это была та самая Драка за игру Где команде Кул Бразерс Нужно было Ну хоть как-то Разменяться А не уйти 4 в 0 Это и Рошан Уже в ближайшие минуты А даже не идут на Т2 Просто сразу же в Рошана У и Кул Бразерс Есть варианты подраться В целом у них все Кроме Муэрты Ее ультимейты есть Эпицентр РП Надо пробовать Надо пробовать С другой стороны У Сатаника Например Ханда За эту драку появляется Все Это уже похоже На последнюю драку Для И Кул Бразерс В команде спереди Нужно быть аккуратнее Нельзя Стакаться в Рошпите Какой-нибудь Торнадо попадать Всем вместе Нельзя Нельзя У Мипошки будет Ю Может быть Мипошки Будут в момент Прыжка Бобоки Юлить Бобоку В момент анимации Это реально сделать Лару Лару Уворачивается от Зила С запасом по времени Можно контр-атаковать Сразу на Зила Бобока Есть врыв от Бобоки Пошло РП Будет за урона Фокшот мимо Полоса Промахивается В моменте Но это мог быть шанс Это мог быть шанс Теперь его нет Три минуса Эмо Выходит в гоствол Кремнон ставится Не попадает Эмо Сбежал смерти Два кура Команда Икулус Бразерс живет Ну может быть я перехайп Наверное если Фокшот попал Навряд ли бы просто урона хватило Добить Сатаника Плотнющего Станик просто Трипича КП Фокшот И Фокшот Его похоже не пробить Давай посмотрим Действительно Зарешал ли Фокшот в этом моменте По-моему абсолютно точно нет А ну посмотри где Флайфлай Тут урон некому бить Кто должен бить Флайфлай Все нет и нет Вот он все идет И идет и идет Ну да Вообще не важно Метеорит прилетел Флайфлай Он все еще вне драки Он посмотрел Он дошел до драки Я такой ладно Всем пока Я развернулся Забавно Драка была 4 в 5 Просто кэрри Команды YB не успел 13 тысяч перевес 18-6 счет У Домбрейкер Аганим будет Почти двухкратный Перефарм у Луны По сравнению с Муэртой Ну да Это не Луна Это уже Алхимик Так обычно это выглядит Чтоб настолько была Большая разница Ну и мы видим это И по игре Аегис Домбрейкер с Аганимом Хотя это похоже на Овер предмет здесь Луна просто Неубиваемая И так Ну так во всяком случае Кажется Две карты подряд Эвэйжен Против команды YB Которую они не могут Законтрить Станик может здесь Просто остаться один Для того чтобы Два вышка свести Команда Спирит Может по карте Расходиться Зафармливать кемпы Собирать руны Отпушивать линии Ничего не мешает Команде Спирит Сейчас и дальше Пойти По Т2 вышкам Линии распушены От Дышки врага Ну и естественно Продолжает дальше Идти Сатаник Грустное зрелище Команда YB Уверен уже не так улыбается Как улыбались После драфта Провалено вообще все Все тайминги сорвались Поймать сейчас инвокера Да Вместе с бокерком Появить Нет Эмма решил драться Решили драться Ребята В тот момент Они будут находиться Большинстве Брейкер Нажимает Ультимей На горке Эмма Просто пошел Расстрел Эмма стоит И понимает Что ему делать Бобока Хороший РП Есть урон Расстрел С флайфлай Убивает Очень быстро Ларла Что делать дальше Малек пытается Прятаться в лесу Не вышло Это сделать Два в два В этой ситуации Хоть какой-то раз Минус Да Да Условие Где инвокер Оказался Вообще На этой горе Опять же Бобока делает Тимфайт Получается Бобока делает Тимфайт Ой-ой-ой Флайфлай Флайфлай Спикай Флайфлай Мы увидели Насколько сатаник Чувствовал Не находят Флайфлай Закрывает Эклипс Приглашение Лето на базу Давай сначала Снесем Т2 На топе Как минимум Приглашение Снести Т2 Точно имеется На ручке Очень быстро Опа Промокодик На наших кранах Времени у команды Спирит Хватит Бабочка готова Луны Бабочка Все это под ДБ Которая доедет Огоним Опа Луна Уезжает А это же интереснее В КБ Сатаник нажал Саидисом Интересное решение Давайте смотреть Нажимается клипс Сатаник пытается драться Я боюсь Что Сатаник Сейчас сыграл Нужна какая-то печенька Срочно помощь Нужны форстаф И пошел подкоп Будли какой-то урон Думбрейкер Ультимейт Сатаник просто дерется Дальше И Без муэрты Урона не оказалось Так Томбрейкер Нет Я уж думал Может быть Томбрейкер с базы Забирает вообще Бабочку и привозит Наверное Это просто курьер Доехал И падают линии Двадцать седьма минута игры Падает первая линия Сэн Кинга Не будет еще Тридцать секунд Так Ну что Попоп Может быть еще раз Какой-нибудь Жикарный скьюер В этот раз уже Айгиса нету Луны Но будет бабочка Ставятся на префайры На префайры Конечно же Спирит этого Хоть спирита Страз спирит Угу Смаканулись в Айби Сразу же смаканулись Вчетвером Даже до Сэн Кинга Не дождались Что честно говоря Мне не нравится Лучше бы дождались Своего главного Инициатора Хотя ладно Инициатор тут и Магнус И Клок Но все же Сэн Кинг нужен Дожидается его Игроки в Айби А спирит ждут Это атаки Ты погляди Позицию Нашей команды Аганима Домбрейкер Готовы? Могут кстати Домбрейкер Сейчас найти Бубока Но Бубока Уже один Что что вообще Творится с фармом Станика Это просто незаконно Сколько у него денег На инвентаре Это 4 Он как будто водит Я не понимаю Насколько Много денег Умудряет 456 крипов За 27 минут 30 секунд игры Нам нужно точно После игры Проверить По рекордам Сатаника Возможно По ГПМ Он Ну похоже Он близок К каким-то рекордным значениям Десятку Сделаю предсказание Луна за всю историю Доты может войти По такому фарму 26 тысячный Творца На 28 минуте Продолжают эти Спирит Ничего Их не останавливает Не стоит ждать Тут никакого Аегиса В такой Кондиции Луна Вообще неубиваемая Фанально Если у тиммейтов Есть Форстаф И есть печенька Снэпфайр Даже Даже какой-то Волшебный Скювер От Магнуса Тут в баку А что там Ларон уже Уже ворвался Убили Клока Быстро Байбэк есть Клока Кстати не будет 40 секунд И возможно Придется байбэк Нажимать Спирит заходит Ждем Скювер Моментально Ждем Скювер Ждем Ой ой Ремнант Эманты Нажимает Здраво Жил по боку Останавливает Байбэк от Клока Ждем байбэк от Магнуса Магнус оставит Сандстрайк Луна Больно Форстаф Как же спасают друг друга Дубрейкер Нажимает свой аганим И ультимейт И Луну не пробить Ларла Ларла могут пробить Печенька Позанав Лайфлай успевает Делать несколько ударов Но это два байбэка И в целом Варды хорошие Зилла, видно Зилла. Бип просто с Кандой прилетел. Минус пол лица. Расстрел от The Fire. Зилла уходит. Горит. 60 кп выживает Сен Кинг. Был он без байбека. Ух. Надо выйти, надо выйти спирит. Дофармить Скадзе, дождаться Ларла и вернуться уже два героя без бая. Можно выходить, но недалеко у них здесь есть варды. Они все прекрасно видят. И ванпост есть. Можно, в принципе, прилететь Ларлу. Чего бояться? Да, да, да. Прилетит он уже через 20 секунд. Скадзе улыбает. Что в Айби больше не хотят заходить в эту луну, ловить один бим и терять пол хп моментально. Даже не знаю, хотят ли спирит Аршан ждать. Там полтора минуты, плюс три может еще накинуть Кабен. Я думаю, что просто ждут тиммейт в ДБ и после этого они могут драться. Да, да. Вот есть ощущение, что не такой он прям нужен, если нужно ждать его. В худшем случае 4 минуты дополнительно. Морта просто никак не может пробить эту луну. Против Баттерпианит прием. Но было близко, было близко все же. Вспомни, Скивер, Санстрайк прилетел. Больно было. Но при этом как же Ларвул сыграл с Римнантом на первом Скивере. Моментально поймал этого Магнуса. Да, да, было красиво. То есть если все-таки получится, этот Скивер дать РП, дать Кукшот. И все это прилетит. Немного урона. Скивер, куда он летел? Четырехсекундное ТП было? Так. База в этот момент уже падает. Сатаник ломает. Бобока. Бобока. Где Бобока? Бобока пока ждет. Бобока не может прыгнуть в Римнанты. Не может прыгнуть в Римнанты. Я моих обезвредил своими форч-спиритами. Амплифай дэмэдж снизу могут сейчас спирит найти. Если просто кто-то проверит руну. У Сатаника пропала эф-стилус. С такого неприятного. Фор взял. Я думал, Сатанику может даже бутылку ботали на какое-то время. 23 тысячи урона от Луны. Неплохой дэмэдж, кстати, от Муэр. Это в 16 тысяч в такой игре. В сложнейшей игре. В сложнейшей игре. Да, ты прав. Морбит маска пока отсутствует. И это уже шестой слот. Будет вместо ПТ для Сатаника. То есть до 34 минуты... Сатаник зафармил все. Ну, я думаю, по урону должны рассчитать, что это не иллюзия. Дружок Азила. Магнуса тут нет. Магнуса нет. Уже, наверное, ты про Рошана все же вспоминаешь. Там табличка есть, в конце концов. Даже не Айгес, а вот табличку взять себе и спокойно сломать. Дофармить БКБ. Все. На, я думаю, спирит ты заколили. Давайте подождем Рошана. Соглашусь с тобой. Нет смысла не идти на Рошана. Он точно будет без какого-либо протеста. Плюс спирит явно не на таймере. Они не торопятся и в очередной раз смотрят, что этот Сатаник. Он опять прикидывается иллюзией. Не, не в этот раз. Появил Старментор. Чужой, я снова убираю. У нас слишком много спирит появится слотов с этим Айгесом табличкой. Это Алибарда, Доунбрейкер. И это еще и Сатаник у Сатаника. В Айби только на Бубоку надеются. Все. Ты ждешь, чтобы Бокич устроит. Если по Бубоке там аганим какой-то вырисовывался. И БКБ, и рефреш. Да, да, да. Слозировать можно. Можно флозировать. Но тут такой Магнус мог бы помочь. Короче, один процент. Вот все, у тебя один процент есть, что Магнус может ворваться, чтобы проигнорить все возможные скиллы спирит. Ремнонг, это печенька летит. Но тогда нужно будет еще МКБ накинуть. Мой активный моментарь. Под фонтан. Под фонтан, если вытянуть. Ну, у Бутбума это получилось, и бы еще Бутрайдер был. Здесь, конечно, только форстаф им можно дальше толкать. Смаканулись игроки спирит. И до Рошана 3 секунды остается. Смотри, спирит-то находится в топе уже. Они планируют какой-то выход. Ой, а слушай, Вайби явно не ждут. Они ждут, что игра под Рошана идет. Что противник на... Ракетка прилетела. Так. Ларл активирован, амплифай, дэмэдж. Смотри, инвокер сейчас покажется. На инвокера невидимости. Гему снэпфайр. Не факт, что увидит. Зил. Вот это уже интереснее Зил. С байбэком Зил. Придется его... Возможно, нажимать. Если команд спирит, например, не в Рошана пойдет, то по миду сейчас пойдет. С крипами. Крипы есть. Но нужно точно проверять, есть ли байбэк у Сандкинга. Если байбэк есть, отступать на Рошана. Появляется сейчас вижен по всей карте. Классно. Все, все понятно. По предметам ты посмотрел, что там новенькое появилось. И ничего нового. У инвокера дублокингбара еще далеко. Должен он ставить байбэк. Нет, на Рошане. На Рошане Сатаник. Малик вдвоем. Решили даже не проверять Сандкинга на байбэк. Ну а за счет такой сильной Луны, Луна чуть и не в соло. Может Рошана забирать. На 34-й минуте. Так, пингуют. Пингуют на Клока. Клок, который пошел аккуратненько чистить вижен. Пошел, так и ушел. Манки Кингбар готов у Муэрты. Хорошо. Хорошо, одно условие из двух есть. Но теперь нужен Магнусу Бакабарри и Фрешера Аганим. Да ладно, да ладно. Все, перестань. Все же есть вариант дать Скивер и ЗРП шить. Вопрос, что у Луны две жизни. Дальше что делать? Честно скажу, вот в Скивер Магнуса вообще не верю. Спирит научились, они ставят ремнанты. Они готовы тыкать Иул в этого Магнуса. Я думаю, Мипошка готов уже его прокликивать сразу вот под свою Луну. Ну поехали. Спирит сейчас все покажет. Нет смысла больше качаться. Не считая Элдротитана, который тоже может попросить пару минут дофармить пачку в центре, купить себе и еще и Аганим. Байбей с трудом фармит карту. Ну да, мы видим, что это типа Бока реально ведь БКБ фармит. Но лучше... Хотя вот тоже байбэк оставить. Две минуты таймер. Долго. Не торопится спереть. Распушивают линии. Хотят пачку на центре, хотят пачку снизу, чтобы заходили одновременно. Аганим летит Элдротитана. Ну все, все, вообще больше нечего ждать. Сатариков выталкивают форстапом. Дальше что? О, Сатаник, подкоп Бобока. Будет ли что-то, пока просто расстрел по Сатанику. Сатанику больно со страйк. Сатаник на грани смерти. Сатаник нажимает Сатаник, чтобы отъесться от крипов. Ну, да, да, форстапом прикольно разыграли. Но, правда, мид потерян. То есть в Айби вообще ничего пока не получили. Бобока не подхватил в этот раз. Не подхватил, да. Могли, могли тащить за трон. Не на фонтан, но вот уже близко к фонтану. Там позиция, где можно было пытаться Сатаника убивать. Ну, а что теперь? Если даже Луну убивают один раз, я могу себе представить, как просто в драку заходит липошка и начинает набаливать. Кулаком там под 4 500 урона. Да, 500 урона будет больно. Ну, давай, давай посмотрим, что по баям. Магнус 50 секунд будет. Сенкинг 60 золота будет. То есть в целом в Айби могут 7-8 против команды Сперит позащищаться. Ставится табличка. Солкается Таника. Подков. Где Бобока? Бобока ворвался. Коги заруинили. Просто Коги оттолкнулись. Татарик нажимает БКБ, убивает Флайфлайер. Так легко. Он вообще ничего нажать не сумел. И, конечно, после этого сдаются игроки у Айби. Команда Сперит проходит дальше по сетке винеров. Где сыграет победитель пары Фелканс и команда Ликвид. Ну все, уже у Сперит крутой результат. Как-то подозрительно легко было. Я ожидал сопротивление посерьезнее от команды Вайби. Но Сперит просто на...